Добрый день, меня зовут Татьяна, я ветеринарный врач клиники зоосервис. Помимо терапии занимаюсь клинической тоже деятельностью, я смотрю анализы. Сегодня наша беседа пойдет про гельминтов. Очень волнительная тема, многих волнует профилактика, лечение, как ставить диагнозы, давать или не давать глистогонные таблетки для профилактики. Итак, каротинчик курс про зитологии, чтобы вы понимали, что к чему. Глисты делятся у нас на три вида, трематоды, нематоды и цистоды. Трематоды реже всего встречаются в нашем регионе, но в России в целом они есть. Для нормального прохождения всего жизненного цикла развития нужны благоприятные обстоятельства. Свой цикл развития гельминт проходит через даже нескольких промежуточных хозяев. Для этого нужны благоприятные температурные режимы, нужно, чтобы яйцо попало в воду определенной температуры. Для каждой трематоды характерен свой промежуточный хозяин, это обязательно должен быть моллюск, поэтому цикл развития сложный, заболевание, слава богу, встречается нечасто, но некоторые регионы, где распространено сельское хозяйство, где много барашков, овечек и так далее, они, к сожалению, страдают дальним заболеванием. Следующий вид глистов это нематоды, круглые черви. Довольно часто встречаются, чаще всего у малышей, у котяточек и у щенков. Для них характерен чаще всего прямой цикл развития от мамочки к ребятеночку путем вылизывания. Котяточки болеют часто, щеночки тоже часто, характерные как барабанчики, пузики. Вы сразу должны заподозрить данное заболевание и, разумеется, сразу обратиться к своему лечащему врачу. Некоторые нематоды свой цикл развития проходят через промежуточного хозяина, им являются насекомые, различные насекомые. Был у нас вопрос про дирофилярий. Вот данная нематода развивается с помощью промежуточного хозяина. Это комар определенного вида, живет он в определенном регионе, в нашем регионе, вот здесь Питер, Москва и области. Заболевание не зарегистрировано. Поскольку заболевание, свой цикл развития проходит через насекомые, лучшей профилактикой является обработка каплями от насекомых. Мне очень нравится препарат Адвокат. Многие советуют другие препараты. Не очень люблю ошейники, потому что ошейник нужно носить правильно, его нужно носить близко к коже, поэтому некоторые шерстяные собачки или, например, собачки с обильным количеством кожи, не очень хорошо носят эти ошейники, просто не попадают вещества, которые являются акрицидными в организм собачек. Поэтому, наверное, я как-то так ошейники не очень рекомендую. А может быть какие-то дополнительные спреи от комаров? Спреи от комаров можно, можно использовать. Я не очень люблю, когда используется ряд препаратов, например, капли, спреи и так далее. Можно вызвать все-таки интоксикацию у зверя. Очень аккуратно будьте с этим. Можно какие-нибудь препараты а-ля ароматерапия. Некоторые есть, там, крема, масла, которые отпугивают насекомых. Да, это можно использовать. Но в регионах неблагоприятных по интерфиляриям, конечно, нужно проводить серьезные очень профилактические работы и должен быть определенный препарат, который хорошо действует. В данном случае адвокат, мне кажется, оптимальным. Следующая тема у нас – цистоды или плоские черви. Довольно тоже часто встречаются. Свой цикл развития проходит через тоже промежуточного хозяина чаще всего. Хотя можно заразиться и от сырого мяса или немытых овощей и фруктов тоже. Данный вид глистов часто переносится блошками. При этом животное должно съесть блоху, слезать. Переносится с помощью муравьишек тоже, поэтому собачки, когда едят траву, могут легко заразиться данной патологией. Не очень я люблю, когда нематод, стод и других глистов пытаются профилактически травить летом, потому что действие препарата пройдет. На следующий день собачка пойдет погулять, поест травку и опять у нас выше крыши глистов. Очень я люблю, когда все-таки сдают анализ кала и ставят точный диагноз для того, чтобы правильно и грамотно лечить. Довольно часто ко мне приходят клиенты со словами «мы 3 месяца назад давали таблеточку для профилактики» или «за 10 дней до вакцинации мы давали таблеточку для профилактики». Не очень я согласна с постановкой вопроса с такого вида профилактикой. Скажем так, мы уже установили, что цикл развития глистов довольно все-таки сложный. Половозрелая особь глиста у нас живет в кишечнике. Личиночная стадия чаще всего мигрирует по всему организму и бывает в разных органах. Препарат, который мы даем от глистов, он действует только на половозрелую особь в просвете кишечника. В другие органы он поступает в крайне малой дозе. Поэтому глистогонные препараты нужно давать всегда дважды, соблюдая цикл развития глиста. Как соблюдать цикл развития глиста, если вы не знаете, во-первых, есть он в кишечнике и какого он вида? Я рекомендую для этого ставить изначально диагноз. Для того, чтобы ставить диагноз, нужно сдать анализ кала. Делайте это хотя бы раз в полгода, желательно по весне и по осени. В летний период, я уже говорила, не сильно актуально травить глистов, потому что ими легко заразиться заново. В весенне-летний период используйте обязательно акрицидные препараты, репелленты, капельки на холку от блошек и других кровососущих насекомых. Это будет лучшей профилактикой. Разумеется, соблюдайте правила гигиены. Убирайтесь, пожалуйста, за своими собачками с улицы, чтобы не было развития данной патологии. Очень вас прошу. Каков цикл развития у разных видов? Я имею ввиду личиночную стадию. У нематод это примерно 9-12 дней, поэтому лечение нематод я рекомендую делать с интервалом в 12-14 дней. Мы даем препарат дважды с интервалом в 12-14 дней. Цистоды. У них довольно разнообразный цикл развития. Чаще всего у собак, они видоспецифичны, у собак и у кошек, цикл развития составляет примерно 10 дней. Поэтому мы даем препарат дважды с интервалом в 10 дней. Советую сдавать анализ кала примерно через неделю или дней через 9-10, потому что иногда бывает, что нам не хватает двукратного приема, мы еще даем препаратик. Ничего страшного в препаратах нету, но, пожалуйста, не давайте их просто так, без постановки диагноза. Поскольку препарат в малых дозах все-таки попадает в другие органы, если вы дали этот препарат однократно, личиночная стадия может получить очень небольшую дозу этого препарата и привыкнуть к нему. Если вы будете давать препарат неправильно, впоследствии вы просто не выведите глистов. У меня была собачка, которой мы травили глистов 8 месяцев, и это было совсем не весело. Собачка ко мне пришла с жутким поносом. Извиняюсь за подробности. Стали мы смотреть анализы. Было очень много глистов. Когда я стала спрашивать у владельца, как они давали глистогонные препараты, оказалось, что они каждые 2-3 месяца давали собачке по таблеточке. Соответственно, глисты, на мой взгляд, просто адаптировались к данному препарату и привыкли. Я бы не трогала эту собачку, если бы не была такая сильная инвазия. Кишечник был очень сильно раздражен, собачка страдала. Нам приходилось просто под внутривенными пытаться подбирать новые препараты от глистов. В итоге мы выгнали эти препараты, я не знаю, через какое количество времени. Это было действительно примерно 8 месяцев. И уколы, и сорбенты, и внутривенные пришлось действовать человеческими препаратами. Причем, разумеется, не с первого раза за такое количество времени. Еще раз хочу напомнить вам, пожалуйста, не давайте просто так таблетки для профилактики. Пожалуйста, старайтесь ставить диагноз. Для того, чтобы поставить диагноз, вы должны обратиться к врачу, сдать анализ кала. Сейчас часть всего делается. Программа полная, вам не нужно говорить, что я хочу на глистов, на то, на сё, на пятое-десятое. Все, что видит лаборант, все попадает в журнал, где вам аккуратненько все расписано. По поводу различных врачей, которые дают советы, почему это делается. Немножко я хочу заступиться за своих коллег. Дело в том, что у нас есть терапевт, хирург, кардиолог и так далее и там подобное. Довольно редко бывает такое, что в одной единственной клинике и терапевт, и клиницист присутствуют в одном лице. Вот мне очень повезло работать в клинике, где любой терапевт, он же считается, является и клиницистом тоже. Мы сами смотрим анализы, у нас есть обратная связь, так скажем, когда мы назначаем корма, когда мы назначаем глистогонные препараты, мы сами видим, мы сами наблюдаем эффективность своей работы. Итак, подводим мы итоги по поводу глистогонных препаратов. Глистогонные препараты всегда даются дважды. У каждого врача уже наработан опыт, какой из препаратов на какой вид глиста лучше работает. Пожалуйста, старайтесь соблюдать назначение своего лечащего врача. Напоминаем, на нематод препарат дается дважды, с интервалом в 12-14 дней. На цистот препарат дается дважды, иногда трижды, с интервалом примерно 10-12 дней. Я бы очень советовала через неделю, дней через 10 после второго глистогонного препарата сдать повторно анализ кала, чтобы мы убедились, что все глисты у нас вышли, что собачка у нас здорова. Если вы выезжаете за границу раз в полгода, конечно, можно для профилактики дать препарат, желательно, опять же, все-таки стараться давать его дважды. У меня есть клиенты, которые практически живут где-нибудь в Финляндии, приезжают или работают там и ездят туда довольно часто. Не сильно актуально давать каждую неделю глистогонный препарат. Я считаю, что это совершенно неправильно, но поскольку страна, Финляндия, например, требует, чтобы это было по их законам, таким образом, ну, честно говоря, я бы вам просто советовала запастись наклеечками и клеить их в паспорт и говорить, когда вам будут выписывать сертификат, да, мы давали 5 дней назад таблетку, да. Пускай это будет каждые 5 дней, но что же делать? В данной ситуации вот только так. КОНЕЦ КОНЕЦ